Сегодня у нас защищается первая диссертация, выполненная Зайцевым Григорием Сергеевичем. Это диссертация кандидатская для соискальной ученоседки и гадитатов существоведения. Ее дело «Парифоническая техника в струнных партнерах Лосковского». Работа была выполнена на карте аналитического мускознания нашей академии под руководством Лосковой Иваны Васильевны. Официальный оппонент диссертации доктор искусствоведения Кузнецов Игорь Константинович и кандидат искусствоведения Зайцевовская Галина Григориевна, ведущая организация Воронежской госпиталной академии «Искусство». Сегодня на первом заседании присутствует обеспечивающее количество членов совета. Я зачитаю фамилии присутствующих в зале членов совета. Это Грина Леевна Алкон, Полькова Гера Борисовна, Грина Васильевна Скола, Лариса Горний Кеплер, Наталья Сергеевна Гулиницкая, Грина Якина Гурантина, Грина Дичкова, Михаил Билосич Чепханинский, Грина Константиновна Кирнарская, Татьяна Николаевна Красникова, Апустоя Николаевна Маленковская, Татьяна Ивановна Науменко, Нина Володимировна Филипенко, Инна Михайловна Маччук, Комитетина Селина Меркутцова, Игорь Наталья Сусенкова, Целеградская Татьяна Владимировна и Евгения Ивановна Чударева. Таким образом, в общем, очень полный, да, 18 человек из 22-го совета, и мы можем проводить заседание. Слово для оглашения документов, решающих совет, связи с учебным секретарем, имени Владимира Григорьевна. Ситуационный совет от Василия Спарцева, Зайцева, Григория Сергеевича и все необходимые документы. Личный листок в учебном кадре, введение отдачи в институтском дизайне, в комплексном облачном образовании. Ну и вот, Сергеевич в 2008 году окончил вводить в обладение музыки в Мельмесе, в специальности в инвестиции, а затем в ученную аспирантуру в нашей учебной медведке. На следующий раз он работает на способах в Верхнем институте музыки и Мелочнике должности старшего преподавателя. Все документы соответствуют необходимым рекламу, а в результате был вопрос в обмении по президенту Александровичу. Есть ли какие-то вопросы к ученым секретарям? Если нет, спасибо. Флотик представляется в Савискарте. Аминь. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемый ученый секретарь, уважаемые члены диссертационного совета, а также все присутствующие. Диссертация, выносимая сегодня на защиту, посвящена полипонической технике в струнных квартетах Николая Яковлевича Мисковского. Висковский по праву относится к числу наиболее крупных симфонистов прошлого столетия. Однако его роль в создании камерных сочинений, в том числе в произведении квартетного жанра, не менее значительна. Как в симфонической музыке, так и в области музыки камерной Висковский был ищущим художником, сумевшим сказать новое слово и в этом жанре. Значительный был вклад и в область полипонической техники, изучение которой способно дополнить наше представление об этом выдающемся композиторах. Однако, до настоящего момента специальной исследовательской работы в данном направлении не проводилось, а неизученность рукописей ранних квартетов оставляла открытым вопрос о степени позднейшего редактирования этих циклов, что создавало трудности в понимании революции полипонической техники композиции. Поэтому проблемой рассматривая в нашей диссертации стало комплексное исследование полипонической техники Висковского в контексте композиции его ступных квартетов, а предметом исследования стала полипоническая техника, рассмотренная на материале всех 13 квартетов. Причем не только их опубликованных вариантов, но и рукописных, дирекционов, клавитов, различных версий партитуры, а также архивных документов, связанных с квартетами, письма, писем, дневековые записи, программ с премьерных исполнениями. Основной целью работы является характеристика особенностей полипонического мышления Висковского на примере двух странных квартетов. Это обусловило структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, библиографии и приложений. В приложении приводится составленная нами таблица, в которой в технологическом порядке включена большая часть отечественных и зарубежных сочинений жанра Смичкового квартета, написанных на протяжении первой половины 20-го столетия. Список включает около 350 произведений. Цель данной таблицы представить квартеты Висковского в контексте других сочинений этого жанра. Первая глава посвящена общему обзору квартетов Висковского, степени их изученности и связанной с ними проблематики, уточнению датировок созданий и первого исполнения квартета, на основе впервые введенных в музыкальную группу архивных документов. Во второй главе последовательно расходлены как основные типы форм полипонического изложения, так и особые, такие как голоса огнен или полипония гласов. Выявлены основные функции, каждый из форм полипонического изложения, на примере квартетов, серп, педагогов, творчества композита. В третьей главе представлен анализ полипонии в контексте квартетного цикла. Анализируется вольфугированную форму как в форме отдельной части квартета, так и в квартете как в многочастном цикле. Исследуется образование так называемой большой полипонической формы. Предлагается классификация ее гидов. Наизна данной работы состоит в том, что впервые полипоническая техника в квартетах Мисковского рассмотрена как целостное явление. Научный обиход вводится практически неизвестным материалом. Рассмотрено применение нестандартных полипонических техников. Предложена периодизация квартетов на основе уточненной хронологии, воссозданной документом, хранящимся в архивах Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Римки и Российском государственном архиве литературы и искусства. Основные выводы исследования. Первое. С одной стороны, в полипонической технике Мисковского можно наблюдать определенную преемственность с техникой композиторов старшего поколения, в частности, Петра Ильича Чайковского и Сергея Ивановича Танеева. С другой стороны, полипоническая техника Мисковского имеет и яркие самовыдные черты. Сюда следует отнести такие явления, как голоса огни, полипония плосков, колонные в обращении с нулевой временной дистанцией выступления голосов, следующие подряд первоначальные производные соединения вертикально-прежнока. Второе. Полипоническая техника занимает одно из важнейших мест в фактуре и драматургии струнных квартетов автора. Здесь имеет значение не только ее качественные, но и количественные показатели. Полипонизация в некоторых частях квартетов доходит практически до максимальных пределов 70-80%, то есть используется фактически в каждом такте. Третье. В полипонической технике композитора можно увидеть некоторые инвариантные особенности, типичные для квартетов всех периодов творчества. К ним следует отнести объединение полипонических эпизодов в большую полипоническую форму, а также различную драматургическую роль в малых методах и длительно протяженных форм полипонического изложениях. Четвертое. Наряду с существованием инвариантных особенностей в области полипонической техники, в квартетах Местовска наблюдается и определенная инвалидация. От многообразия точных классических полипонических форм автор постепенно приходит к существенному уровню пересвисления. Формы полипонического изложения подвержаются вариантно-вариационным изменениям, становятся гибче, приходливее, глубже интегрируются в структуру формы. На данный момент исследование полипонической техники Местовского нельзя считать полностью завершенным. В перспективе необходимо углубленное изучение полипонической техники его фоскопианной и камерно-локальной музыки. Отдельного рассмотрения требует вопрос влияния полипонической техники Местовского на технику его коллег, таких как его ближайшие ученики и последователи, в частности, Евгений Кириллович Волоков, Редки Борисович Тавалевский, Евгений Сарелон Яковлевич Шибалин. Интересен вопрос и влияние творчества Местовского на загубежных композитов. Новые исследования в этих направлениях помогут более полно раскрыть и подостоинствуют ценить подлинное значение творчества выдающегося вещественного композитора Николая Яковлевича Местовского. Спасибо за внимание. Какие вопросы по докладу есть ученого диссертационного совета или присутствующих? Есть какие-то вопросы? Уточнитесь. Нет? Спасибо. Слово предоставляется ученым научным руководителям. Заискатель Агенрия Васильевна Кирилловича. Григорий Сергеевич Зайцев поступил на композиторский квартет «Ран», как говорилось, переводом из Новосибирской консерватории. Там он учился и как композитор, и как артист. Я думаю, что выбор темы, квартетов Местовского был в значительной степени связан еще и с этой его деятельностью. После успешного написания квалификационной работы Григорий Зайцев получил дополнительный год для написания металлической диссертации. Соискатель вложился в отведенный для этого срок, и в июне 2012 года, после обсуждения работы на кафедре аналитического заказнания, получил рекомендацию в защите. В настоящее время он является, как говорилось, старшим преподавателем в Институте музыки Минишнинг, членом уровня Союза композиторов, лауреатом более 20 всероссийских и международных конкурсов. Его произведения востребованы исполнителями. Мне лично это даже мешало. Это мне и так плохо. Мехалов, моего ученика. Тему исследования он предложил сам. Действительно, творчество дающегося отечественного композитора Николая Яковлевича Московского все еще остается недостаточно полным исследованием. Сказанные относятся и к симфоническому творчеству, несмотря на некоторое количество специальных трудов ему посвященных. И квартетному, которое до сего времени не остановилось объектом специального рассмотрения в объеме всех 13 квартетов. Я понимала, что детальный анализ произведений такого большого количества циклических произведений, выделение в них проблем, связанных с телефонией, структурирование работы, задача трудная. Но Григорий Зайцев взялся за исследование с таким энтузиазмом и целостным лёгкостю, что у меня появилась надежда, что он доведет эту работу до конца и справится с ней. Работал соискатель активно, творчески. Были, конечно, свои трудности и преодолеваемые. Было написано больше, чем во слово «кончательный текст». Ничего пригодится. Логичность и чёткость мышления автора работы, спракулёзность анализа текста дали возможность сделать новое, и, на мой взгляд, достаточно интересное для понимания творчества Мисковского было. Вот так. Спасибо за внимание. Учёный-секретарь огласит отзывы, поступившие на авториферарху диссертацию Целина. У нас тут поступил ряд отзывов на диссертацию Георгий Зайцев. В первую очередь это заключение кафедры аналитического муниверситета. В первую очередь, где была написана эта работа, я ее зачитаю. Диссертация Целина посвящена проблемам палеономической техники в струнах квартетов Мисковского. Впервые в отечественном музыкаризме рассмотрены как целостное явление на основании глубокого анализа всех оппозиторов. Личное участие автора в получении результатов в диссертации выключается в следующем. В исследовании 13 квартетов циклов Мисковского привлекаются материалы, речи и примеры, письма композитора, а также архивные руководители, сочинения на всех стадиях работы, с нагрузкой в плодиле партитуры. В работе последовательно проанализированы все виды палеономической техники композитора, встречающиеся как в состоянии, так и в контексте большой палеономической оппозиции. Уточнена хронология палеономической техники. Доказано, что в палеономической технике композитора можно выявить некоторые инвариантные особенности, типичные для процветок всех периодов творчества. Сделан вывод об эволюции палеономической техники в квартетах Мисковского. Научная медведя объявляется как в идеале характера процесса исследования, и вывод об эволюции палеономической техники в квартетах Мисковского рассмотрены как целостные игры, и выводная реализация партетов на основе уточненных на хронологии, в основном по черновикам партетных партитур, именуя документами композиторов, хранящихся в архиве. Рассмотрены применения нестандартных предприятий техник, а также разнообразные возможности применения врачок в архиве. Интерес к партетным сочинениям Мисковского, наметившись в исполнительской практике, последний приз свидетельствует о ритуальности данной работы. Далее отмечено практическое значение работы и в соответствии с научными специальностями и формата отражения диссертации в работах духовных соискателей. Из заключения я сделала вывод, что диссертация в герметической деятельности устроенного процесса искусства регулирует сокращение на соискание ученой степени в специальности 17-й номер 2, музыкального искусства. Из заключения картины подписанного в основном заведующем картины аналитическому сказанию и имену предприятия на существа. Далее отзыв ведущей организации в Воронежской обучительной объединении искусств составленной в зависимости от герметики и имену предприятия на суставе. Работа за отцом представляется серьезным перебором научного исследования с широким и многогранным охватом всех сторон прохронического обрушения Мисковского. И хотя автор сосредоточил свое внимание на жару реструнного пакета, но ведь вот так его исследования, касающиеся и подробностей техники Мисковского, и его трактовки подробностей форм, вполне применены под другим санатом и технологическим языком композитора. Несомненно, заходи автора является и проделанная, и некроводливая стационарно-честная работа. Анализ в продуктах партитут в авторских нагрузках писем композитора, позволяющим неизделяться в хрорологии партетов и устранить негадость существующего в музыкознании и точности и ревночтения. Это дало возможность поточнить многие вопросы в развитии экономического умышления композитора непосредственно связаны с этапами эволюции его композиторского стиля. Диссертацию Зайцева отличает отчеткость и ясность миссии и логическую ревночтенность и следующее. В роматургии своей работы автор выстраивает в полном соответствии с обнаруженным емко-минсковского принципа единства макро- и микроструктура в отношении большой политиклинической формы, когда способ организации публика-разделок и множественного макро. Вроде такого единого способа организации в сентябре выступает лимитическая направленность в тульминации в партитах уладей и в работе в целом. Как в фильме в ладье от обстоятельного обзора существующих исследований, составе переход к текстологическому анализу авторских рукописей, что приводит его к главной цели уточнению периодизации квартиры Мисковского. В том же принципе и частности характеризуются хранитологи, где после рассмотрения текстологического приема в лимитической технике читатель направляется в пункт ее ослабленных, которые еще не были объектом внимания музыкалеков и являются личным достижением автора. В лиминации всей работы поднимающей градусы исследователей по интересам на высшую ступеньку становится третья глава прохронических форм, точнее, и второй заключительный раздел, в котором автор выходит на самую цепь уровня вообще. Взяв к основному введенное протокопового понятие большой прохронической формы, он максимально расширяет первые значения. Принцип координации прохронических эпизодов, основанных на общих объектах и действующих внутри одной части цикла, здесь распространено на действие корректный цикл включения в том числе протокоповомических разделов с разным музыкальным материалом. Основанием для возможности такого расширения понятия служат в парусе автора и объединения действий общих инзакономерностей общих антикологических логиков. В качестве удачной находки соискателей отметим примерный антикологический подход к формам антикологического выражения с разделением их на два пилотируемые и длительные пилотируемые. Это позволило выявить противоположные антикологические смыслы таких представлений. Направленность первых на демонстрацию музыкальных раз, повышение действенности развития, а вторых на упомяточение формообразования, его стабилизацию и даже изменение драматизации. Научная расстоятельность такого подразделения является тем, что он в равном мире относится к самым разным приемам пилотируемической техники, имитация, экономия, служимому контрабуду и даже построение с разнообразными фонами. Данный метод скорее всего окажется продолжен применение кузб не только мисковского, но и многих композитов. К историю трудоработы относятся и рассмотрение предупреждения использования мисковского в контексте традиций его путешествия Чайковского и современника Дебрена-Барта и Владимирова-Сталинского, а также подчеркиваем подчеркивание и непредственности связывающих с творчеством композитора между предотечественным его учеником Масарова-Кабаревского и даже композиторов Нембаристов. Удачной представляется и аналогия функциональной соотношения линейки и пластов противной фактуры с таким и формой формы как Гориев. Он выполняет фактура Гориев, профессиональная рождая властов разного геологического наполнения и даже контр-елинейки в социологии рост-разделенного фона над геономическим мемором. При этом каждое из положений наблюдений выводят автором и видимо подтверждено цитатами из писем «Инбаристов» в первую очередь мы проработали в новом инженерных траве и т.д. в том числе и уступили в нем и схемы нациозных фактах в первую очередь и доказательные и достоверные. Диссертация Зайцева объявляется на стабильную исследовательскую базу в список литературных содержит диссертации в том числе «Инбаристов» и «Инбаристов» концептная диссертация будет в результате детального изучения обширного мультивального мутивного помимо 13-ти квартетов мисковского автором частично проживаются и другие сочинения симфонные санаты появляются неоднократные ссылки на произведение других композиторов среди которых нелегко упоминаются стольные квартеты бар в связи с этим очень жаль что уходить в виде Продолжение следует... 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 Подчеркнуто ценность и это сделан вывод на том, что диссертация Цельцева отвечает делами определяемых факторов диссертаций, предоставляемых на сельскохозяйственной ученой степени и преодолевательской истории. Второй отзыв составлен кандидатом искусствоведения, доцентом карты для истории музыки Новосибирской государственной консерватории Сергеем Сергеевичем Коробейным. Здесь отмечено, что отличная значимость кандидатической форме методов музыки XX века и, соответственно, важность темы, которая обращается на Игорь Сергеевич. Делая основу своей диссертации при фоне партийных опросов, выдающегося композитора, ее автор, Зайцев, объявляет современное представление о стене мисковского сцену и далеко-направленное представление о недостаточно излученном власте и вне пучки. Комплексное рассмотрение при фоне партийных опросов для асих-платеков принимает с водичными музыкальными музыкальными пирогами. Дальше отмечено, что рассмотрение партийных опросов для асих-платеков понесено в протестском саливании недавнего жанра в музыке I половина XX века. Доказанная идея о синтезируемой музыке, традиции и отечественной и зарубежной партийной музыке I половина XX века. И в заключение также сделано в том, что в соответствии с диссертацией Зайцевым, действованием стередия МОПА, для состава института и предназначения. Вопросы и отмечения будут также насыщены. Спасибо. Вы можете ответить на вопросы и отмечения, содержащиеся отзывы. Мы благодарим ведущую организацию, а также искусствоведов, приславших отзывы нам в таблицах за внимание к нашей работе. Ответим на вопросы, предназначенные голосами ведущей организации. Конечно же, мы знакомы с названными Ларисой Леонидовной группиной работами и нисколько неотрицаемыми значениями. Эти исследования, абартыки и шнитки, могли бы быть включены в список литературы нашей диссертации. Но ввиду того, что полифония в XX веке появилась настолько всеобъемлюще и многогранна, в творчестве целые прияды композиторов, расширение библиографии диссертаций и исследованиями, посвященные полифонию в творчестве каждого из них, могло бы разрастись до весьма внушительных размеров. По этой причине мы ограничили список литературы нашего исследования лишь теми работами, в которых, во-первых, анализируются сочинения непосредственно Николая Яковлевича Бесковского или приводятся биографические сведения, прямо или после к нему относящихся, во-вторых, источниками, на которые мы опирались как на методологическую базу, и, наконец, источниками, которые мы цитируем в самом дексте диссертации. В итоге библиография составила 230 именований, не считая архивных документов. Что касается термина Беллы Бартака «отражение» — «рефлекшн», то, вероятно, применительный к его творчеству — это действительно наиболее корректный термин, тем более, что он авторский. Во многих произведениях Беллы Бартака изобилуют всевозможные проявления симметрии, в том числе и отражения. Однако для классета Бесковского подобные конструктивные композиционные решения в его часто используемого явления не характерны. Палифорическая трактовка подобного явления у Мисковского ближе к той, что представлена в произведениях старших современников, к примеру, в главной парте первой части шестой симфонии Яна Сибириус. У Мисковского, на наш взгляд, нужно говорить скорее о каноне в обращении с нулевой временной дистанцией, так как трактовка этого канона вполне классична и не предполагает масштабной реализации принципа зеркальности, но указывает лишь на проявление скрытой инвентационной природы, которая проявится в дальнейшем развитии в своей явной форме, в качестве имитации или канона. Однако, если изъять эстетическую составляющую, неизбежно заложенной в любом термине спертохомплификации, то эти технические приемы и отражение экономного вращения с нулевой временной дистанцией по сути являются синониками. Что касается разграничения фугированных форм на фуги и фугатах, то применительно к творчеству Мисковского это действительно вопрос очень интересный. Дело в том, что в квартетах Мисковского нет ни одной однохемной фуги с репризом. По этой причине, проявить четкую демаркацию между группным фугатом и небольшой фугой непросто. Фугированные формы, как и многие политронические явления в квартетах Мисковского, взятые вне контекста квартетного творчества и репризом оппозитора в целом, а рассмотренные отдельно, будут выглядеть весьма амбивалентно, и для выявления большей ясности должны быть рассмотрены во взаимосвязи с другими подобными им явлениями. Как писал Виктор Павлович Парайонов, фуга может и не иметь репризов, а фугата имеет развивающий раздел. Но, если фуга отличается полнотой развития и художественной самостоятельностью образа, то фугата играет в произведении, которое оно вырастает, подчиненную роль. Так, во всех квартетах Мисковского фуга всегда занимает важную ремотургическую роль, как кульминационного, так и формообразующего центра, в то время как фугата имеет меньшее значение для ремотургии цикла и не обладает качественной центроверсией. Наслана и Лариса Леонидовая фуга из третьей части 10-го квартета занимает центральное место в части этого квартета, являясь как смысловой, так и динамической кульминацией этой части. Отмеченный же рецензентом фугата из первых частей квартета 10 и 13 такими качествами не обладает. Эти причины уйдили вас к такому разделению. Хотя подчеркнем, что провести четкую грань между безрепризными фугами и фугата к квартетам творчества Мисковского означает отойти от феномена его композиционного мышления в том виде, как он представлен в квартетах сочинений. По этой причине мы в большинстве случаев используем общее определение – фугированная форма. Значительная роль фугированной формы в динамотурге и квартетного цикла будет для нас поводом отнести ее к фуге, в то время как меньшая значимость фугированного построения склоняет нас к определению его в качестве фугата. «У вас все, да?» «Спасибо. Уважаемые ученицы, сочиненные советы, есть ли необходимость делать технический перерыв?» «Нет?» «Дальше?» «Не жарко?» «Не жарко?» «Кондиционер?» «Можно включить кондиционер?» «Если кому-то будет, можно пересечь поближе» «Тогда дальше, да?» «Сложка составляется первому оппоненту, позиционнику Игоря Константиновича, Бокрюс. Пожалуйста, Игорь. Уважаемые ученицы советов. Обращение к музыкальной классике, в том числе и к русской музыке 20-го века, она отходит в то, что является в этом классике, ставит перед учебом задачу по-новому вернуть на уже известные положения и памяты. Это непростая задача даже для опытных исследований, тем более для тех, кто только начинает захватывать суть в большую игру. Игорь Сергеевич Дайцев успешно решил эту проблему. Достатковый диссертант состоит в том, что им впервые в одной работе детально рассмотрены в позицию полифонической функциональности все произведения в ответ на данный архив. Это создаёт ясную и самую полную картину полифонического восстановления музыкального форма, взаимодействия интернационно-магодических инструментов и характерного для композитора гармонического языка, который поражает в данном случае внешнего естественности. исследованием была проведена большая работа с архивными материалами и русскими квартетами. Рассмотрена по практике композитора, внесённые другу в стирание квартетов, особенно первого, который при издании получил номер 10 и в хокус 67 номер 1. Это позволило автору диссертацию уточнить нумерацию квартетов и проследить так эволюционировал полифонический теорий на различных этапах творческого уровня. Особенно важным научным достижением, на мой взгляд, стала разработка теории большой полифонической формы, применительных квартетов на площади. Принципы взаимодействия полифонических зон в условиях господства личного домофонного склада были раскрыты Владимир Васильевичем протоколом и разником работы с его учеником последовательно. Казахстан создал новую концепцию этой формы, о ней, я скажу на скором, которая удачно положится не только на другие частей и квартетного цифра висковского в целом, но не может быть распространена на сочинения других композиторов, сочинениями, написанными и ранее, и применебращаясь в нашем мире. Диссидзация хорошо спланирована, и рассмотрение полифонической техники после угодных разделов начинается с малых форм, имитации подвижного центропункта, канонов. Это очень верно, так как именно данные приемы позволяют композитору поддерживать на высоком уровне мелодическую энергетику и звуковой ткани, особенно в домах, где властвует угловой. И сложные гармонические вертикали не обладают той функциональной действенностью, которой отличала форма классических канонов. Может быть, в них сложно подчеркнуть связи квартетного письма висковску с его симфоническими, например, четвертый контраконт элементов, следующий в разделе третьей части шестого квартета, который указан на странице в виде ответственности и состава. Это элемент полифонической техники, освоенная на исповском ранее, еще в сенале первой симфон, там вертикальная перестановка тем, наверное. И в старших квартетах уже фактурно приемы. И много других, как национал. Палифоническая техника в квартетах искусства очень русская по своей дороге, даже в имитационных системах. Она выросла из традиций отечественной камерной музыки. И принцип голоса обмена, это такой-то на русский перевод, который на странице 17 диссертации связывается с ранней формой имитации, лишь внешне похож на переброску мотивов из голоса в голос. В мисковском плане явления совершенно в антибиотике, не связанной с полифонической техникой с индивидуальной или арт-малой. В них живая мелодическая гармония русской музыки. В полифонии песенок геи и так прекрасны звучащие ванганты, тварцеты, по размещающей полустрою. Это же слышатся и другие полифонические формы, которые выделены в этом растении диссертации, как полифоний пластов, потоки подголосок, главные темы генеральского квартета и другие. Все это показывает национальную характерность квартетного звезда искусства. Третья глава диссертации «Полифоническая форма» раскрывает драматологическую и структурную пунктную полифоническую форму в рамках каждой из частей из свежего стела. Здесь многое предпочтение на теоретном загружения на тем, как возникают зоны монологической активности, в которых характерные интонации генов умножают в литерий голосов, принимают разные энергетические рамки. Как создаются тембровые оттенки, что очень важно в связи с однородностью и ферментальным составом квартетов. Это создает собственную фульсификацию фугата, выделяя следующие типы. Концентрированные, то есть не повторяющиеся фугата разработчиков, фугата дагапа, рассредоточенные фугата, образующие смысловые связи драматологических разделов формы на расстоянии, а также однодемные и многодемные пункты, которые возникают и развиваются в недрах томофонной культуры, создавая индивидуальный рельеф формы в каждом отдельно взятом произведении творчества или его части. И это убедительно доказано, обязательно, на различных примерах. Уникальность художественного произведения определяется не только как интенсационно-образительный материал, красотой художественного настроения музыкального произведения, но и удивительный, закладывающий логика смены различных картин состояний, чередование моментов динамичного напряжения и лирической широты чувства, увлекающих случаев своей степени. Наиболее ценный и существенный вклад в развитие теории полифонии, по-моему, вносит заключительная третья глава диссертация. Она посвящена большой полифонической форме, имеющей место во всех 13 квартетах. Большая полифоническая форма, открытая исследованием материальных сочинений Моцарта в протоколе, была затем распространена на авторах и на другие произведения из 19-го, 19-го и 20-го века. И в каждом произведении эта форма получает различные структурированные. Музыковедами были выявлены не только самые общие языки, а именно корреспондирование разделов и соотношение полифонической топливозы по степени сложности. Она так, простая идея с прогрессирующим формами, называющими, как и самым знакомым. В диссертации из Райцева большая полифоническая форма рассматривается как многоуровневая, в которой полифонические эпизоды имеют относительно завершённые дронуты на уровне крупных разделов формы, в сотых частей, и даже всего цвета. При этом выделяются три различные модели распределения полифонических эпизодов. Постепенное их усложнение ям, упрощение коры и концентрацию в середине разделов или части симметрии. Эта классификация является, по-моему, научным вкладом в теорию большой полифонической формы, и, как мне кажется, будет иметь практическое применение. В качестве оппонентской замечаний высказаны два следующего. Говоря о фугате, особенно концентрированном, где тональный план достаточно широк и содержит не только экспозиционные части с амитацией темы в тонико-доминансовых соотношениях, но и и на тональные ее проведения. Автор диссертации всё же называет и фугата, а не футы. Хотя и приводит в начале главы этой слова Макса Регера о том, что не существуют в более свободной форме, чем фута. Другими словами, в теории в Калифорнии сложилось представление, что фугата — это иллюзационное изображение, тема аналогичной экспозиции. Фугата у мисковского имеют развивающую часть свойственных фуги. Кроме того, мы знаем, что фуги, например, у Антони Монавихи, могут и не есть репризного отдела в основной тональной и даже вообще завершаться в других тонах. Мне кажется, что такие оказательные в тональном плане фугата у мисковского надо поднять до правды фуги. Кроме того, некоторые из тех, которые будут понятны. Второе. В связи с большой полифонической формой может быть следовало поставить вопрос о наличии у мисковского рассредоточенных форм. То есть полифонических вариаций и, конечно, фуги. Это изменило бы суть подхода к данным мнениям. Ведь анализируя большую полифоническую форму, как совокупность полифонических разделов, которые имеют различные организаторы, играют ту или иную власть крупные формы, например, сонаты, сложные участки и другие, вы подходили к анализам функциональных соотношений этих эпизодов с ним, от материала, от процесса. То, если подходить к данным формам имея в виду целостную полифоническую группу, фуги, инвенции, полифонические вариации, то это будет взгляд сверху на эти полифонические эпизоды, в позиции формы, определяющие ту или иную функцию каждого имитационного эпизода. Выскорственные помещения, не следует отнести к недостатку научного труда. Они демонстрируют, что могут быть различные подходы и решения одной и той же проблемы. И суть заключается в том, что если этих подходов будет больше, то и сама проблема будет высвечена более объемно, наподобие голограмма. Оценивая диссертационные исследования Григория Сергеевича, считается очень высоко, можно сделать итоговый вывод. Научный труд в полифонической этнике струнных квартетах Мисковского ставит важную научную задачу, решает ее на высоком исследовательском уровне и соответствует требованиям по предъявляемым передатским диссертациям. Автор Герак соответствует содержанию диссертациям. Основные положения и идеи, которые представлены в виде мобилитации автора, одна из которых включена в предназначенное произведание «Эскизту ВАГ». Считаю, что ее автор, достоин, присуждения, ученостительность, в передатке и пословении подрезаемых 17.00.02. Большое спасибо. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Благодарю за замечание и интересные вопросы уважаемого Игоря Константиновича. Постараемся на них ответить. Что касается фуга-фугата, сегодня мы уже ответили на этот вопрос в связи с отзывом ведущей организации. Нужно ли уточнить какие-то детали? Уважаемые члены дискуссионного совета, необходимо ли еще какие-то уточнения? Нет. Что касается второго вопроса, то тут мы с вами абсолютно согласны. Действительно, исследование различных рассредоточенных форм очень важно для изучения полифории Мисковского. Мы даже сказали, что без рассмотрения этих форм целостный анализ полифории Мисковского вообще невозможен. Именно по этой причине этому явлению и уделяется так много места в нашем исследовании. Рассредоточенные фугированные формы анализируются на странице 115-24 на примере пяти рассредоточенных фугированных форм. Все эти фугированные формы рассмотрены на исповедении многих примерных схем. Нами также рассмотрены принципы рассредоточенного варьирования и вставлены на макро уровне. На примере большой полифорической формы струнных квартетов 12 и 13, на странице 171-178, мы цитировали выводы о таком варьировании со страницей 188. Для последних квартетов Мисковского типично варьированные определенные модели большой полифонической формы на разных уровнях. Такое использование в полифоне не только способствует объединению частей многочастного цикла, но и претворяет концепцию единства макро и их рассредоточенных вариаций, их мы рассматриваем на страницах с 64-го по 70-го на странице 64-го вариаций термин Владимир Васильевич наполняют страницы квартетов второго периода. Особенно это очевидно в квартетах 7 и 8. Эти стены канонов вариантов в виде формы второго плана способны выполнять сразу несколько функций локальной динамизации музыкального процесса, динамизации процесса на расстоянии, а также объединенные динамы однако безусловно мы не считаем, что на данный момент вопрос с рассредоточенной формой творчества Мисковского закрыт, а тема исчерпана. Будем надеяться, что в ближайшие годы появится исследование специально рассматривающей рассредоточенной формы творчества этого выдающегося композитора. он этого безусловно достоин. Спасибо. Слово безусловно достоин. динамизации 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 музыки Николая Яковлевича Мисковского, выдающего творчества композитора, интеллект творчества которого как научно, так и исполнительский среди, кто закипал, что вскрытие во многом когда не исчезало полностью. Однако в процессе чтения динамизации от раздела к разделу постепенно рождается и утверждается полноценная, метафорически говоря, полифоническая картина творчества композитора, в которой каждая тонко прописанная автором диссертации деталь полифонического письма одновременно создает процесс целого. В современности актуальности научного труда Григория Сергеевича по моему представлению определяются несколькими аспектами. во-первых, исчерпанностью многостороннего анализа полифонических форм квадсетов Мисковского, во-вторых, особым ракурсом рассмотрения материала исследования, базирующимся на сочетании методов полифонического и структурно-функционального анализа и компаративного аспекта исторического подхода, расширяющего рамки чисто монографического исследования и увлекающего его в исторический контекст. В-треть, сочетанием теоретического и исторического ракурсов рассмотрения проблемы, можно утверждать, что исследование Зайцева обогащает не только теорию полифонии, но и историческое высокознание. Данное обстоятельство определяет структуру работы, начальные разделы которые посвящены детальному анализу литературы по правлению исследований, а также восстановлению верной фронологии квартета. Вторая же ее половина содержит подробный анализ полифонических техники и форм квартета Мисковского. Диссертация демонстрирует глубокое знание Григорием Сергеевичем Зайцевым всех научных источников тщательную проработку, где без внимания не оставлено ни одной детали, уже исследованной части материала. В анализе литературы о Мисковском обнаруживается не только невероятная деликатность автора диссертации в его критическом подходе к ней, но и редкое умение находить и отмечать те интересные моменты в трудах других музыковедов, которые могут служить импульсом его дальнейшей мысли. Такое теоретическое обоснование, а также изучение истории квартетного творчества, работа с архивными материалами, текстологическое исследование квартитур, дирекционов и набросок квартетов Мисковского становится базисом фундаментального труда Зайцева. Важные результаты и выводы диссертанта из первой части исследования таковы. Первое. Внесена абсолютная ясность запутанную, как отмечают авторы, еще в 50-е годы 20-го века и породившую множество ошибочных толкований, хронологию написания квартетов на основе тщательного анализа сохранившихся автографов, партитур и авторских набросков Мисковского. И, следовательно, восстановлена историческая справедливость. Второе. Отмечено непростое сохранение мисковским традиций русского квартетного творчества, но и доведение этой традиции до совершенно нового качества. Третье. Обозначено важное воспитательное значение квартетного творчества мисковского. По словам Григория Сергеевича, композиторский класс мисковского стал той лабораторией, из которой вышли квартеты, сохранившие за отечественной школой камерно-ассамблевого письма «Высокий статус в мировой культуре». Страница 25. Диссертация. Четвертое. Проведены линии влияния мисковского на композиторов второй половины XX века, связанные в первую очередь с открытиями композитора в области полифонической пространственной работы со звуком, например, техникой голосообмена. Пятое. Изменено на основе новой хронологии представление об эволюции полифонической техники в квартетах мисковского, и это, безусловно, новаторская позиция в рассматриваемой диссертации. Как справедливо полагает ее автор, уточненная хронология квартетов позволяет заново взглянуть на эволюцию стиля композиторской техники в этом жанре, уточнить его влияние на творчество современного. вторая и третья глава исследования Григория Сергеевича полностью погружает читателя в мир полифонического квартетного письма мисковского. Здесь изучены и изложены все встречающиеся виды полифонической техники, как основные имитации сложных антракон, каноны, так и особые, техника голосообмена, полифону голосов и другие. К особо значительным достижениям исследователя следует принести авторскую типологию фугированных полифонических форм концентрированная фугата, фугата даката, близкие рассредоточенные фугаты и т.д. и классификацию большой полифонической формы. В этих разделах исследования даны основные характеристики полифонических форм, их материалы, структуры, места в части и цикле в целом, их полифонические специфики. В параграфе о большой полифонической форме анализируются все типы этой формы, при этом Григорий Сергеевич опирается на существующей в теории полифонии типологии, в первую очередь, наиболее современную, принадлежащую Игору Константиновичу Кузнецову. Все положения, высказанные здесь автором диссертации, подтверждаются и разъясняются на примерах, многочисленных и разнообразных, и конкретизируются в подробных схемах. В целом, следует отметить тонкость и глубину анализа полифонической техники в аптеках Мисковского, ведущегося автором о работе на трех уровнях музыковическом, исполнительском и композиторском, и высокий уровень обобщения, который отражен в выводах, предложенных в заключении диссертации. В процессе чтения данного исследования у меня возникло замечание, касающееся терминологии, которое связано с музыкальной формой, позволим себе выразить его в форме вопроса. На странице 49.50 диссертации речь идет о применении имитации в сложной трехчастной форме. Григорий Сергеевич Зайцев обоснованно выявляет логику применения имитации в первых частях скепца и в средней части медленных частей квартетов трио. Диссертант пишет, это связано с тем, что в скепце используется сложная трехчастная форма с трио, а в медленных частях, как правило, используется сложная трехчастная форма с развивающим эпизодом, который требует более активного материала, в том числе и полифонического. В связи с этим возникает следующий вопрос. В классификации и терминологии отечественной, точнее советской школы анализа, названные формы относятся к одному типу, сложной трехчастной. В терминологии же и классификации Маркса, теорию, которого изучали в том числе и русские композиторы в конце 19-го, начале 20-го веков, они принадлежат к разным классам формы, соответственно, сложной составной песеной, иронной, малым и друг темным. Как, по вашему мнению, представлял типологию обозначенную вами форму сам Мисковский? То же касается и определения формы первой части пятого струнного квартета, сонатная олегра без разработки. Это форма сонатины по Марксу, страница 50, диссертации. В процессе чтения работы возникли также следующие вопросы. Первый. Знаете ли вы прижизненные записи каких-либо квартетов Николая Яковлевича Мисковского? Второй. Известна ли вам одна из самых глубоких, на мой взгляд, интерпретаций музыки Мисковского оркестром BBC под управлением сэра Эдуарда Даунса, который нет в перечислении на странице 4 диссертации? Высказанные замечания не снижают научные и практические ценности данного исследования. Его основные научные положения и выводы представляются убедительными и достоверными. Диссертация Григория Сергеевича Зайцева принадлежит к тому типу научных трудов, читая который испытываешь радость не только от глубины исследовательской мысли и полноты изученности материала, но и от эстетического ощущения любования самим предметом изучения. Диссертация Зайцева сочетает логическую стройность целого и детальность изложения, исследовательскую инициативу и тщательную, кропотливую работу как с архивными материалами, научной литературой, так и с новыми источниками. Написанная с позиции современного музыкознания, данная работа представляет несомненную научную и практическую значимость. Автор реферат и публикации полностью отражают основные идеи и содержание диссертационного исследования Григория Сергеевича. Диссертация Зайцева Григория Сергеевича «Полифоническая техника в струнных квартетах» Николая Яковлевича Висковского, представленная на соискании ученой степени кандидата искусствоведения, выполнена на высоком научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым такого рода исследования. Ее автор, Зайцев Григорий Сергеевич, безусловно, заслуживает присуждений и с полной степени кандидата искусствоведения по специальности 17-00-02 на собрание искусств. Спасибо большое. Пожалуйста, у нас есть возможность встретиться на вопрос. Большое спасибо, уважаемые Далини Викторовне, за отзывы и вопросы. Безусловно, что сложная трехчастная форма с эпизодом и сложная трехчастная форма с триом относится к одному типу формы сложной трехчастной. И этот факт мы не ставим под сомнение. Разделение же сложной трехчастной формы на форму с эпизодом и триом производили такие исследователи, как Лев Абронович Мазин, Юрий Николаевич Тюлин, Игорь Владимирович Способин. В наши дни такого же разделения придерживаются многие музыковеды, в частности, все лучше задираться. Что же касается аутентичности в использовании термина сонаты без разработки, а не сонатива, то в подтверждениях процитируем слова ученика Мисковского Дмитрия Борисовича Хабалецкого, написанные еще при жизни Николая Полевич Мисковского. Замысел этого квартета, то есть пятый, не вполне обычный. Драматический центр тяжести перенесен с первой части в финал. Первая часть Олега Ханквилла. Это так называемая соната без разработки. Конец цитаты. Что же касается взглядов самого Мисковского на музыкальную форму, то тут, к сожалению, согранилось слишком мало документальных свидетельств, чтобы восстановить целую свою концепцию. Но, безусловно, как образованнейший человек, Мисковский должен был знать теорию Огольфа Верха Макса, так как одна из работ Макса выходила на русском языке в переводе под названием всеобщей учебной музыки еще в 1872 году. А одним из учеников Макса был будущий ректор Санкт-Петербургской консерватории Николай Иванович Зарин. А, как известно, Мисковский заканчивал именно на Санкт-Петербургскую консерваторию. Что же касается вопроса о при жизни на аудиозапитях в квартетах сочинений Николая Яковлевича Мисковского, то, к сожалению, нам существование таковых неизвестно. Есть запись всех квартетов сочинений Мисковского в исполнении квартета имени Сергея Ивановича Танеева, который был сформирован еще в 1946 году, то есть при жизни композитора и сотрудничал с ним. Но запись была сделана в более позднее время. Такая же ситуация и с квартетом имени Бородина, который был создан в 1944 году, также исполнял и записывал сочинения Мисковского, но тоже не при жизни композитора. Относительно второго вопроса, да, конечно же, нам известны записи русской музыки, сделанные выдающимися дирижерами сэром Эдуардом Даунсом с оркестром BBC. Особенно примечательное нам кажется исполнение девятой симфонии Николая Яковлевича Мисковского. Однако на странице четыре нашей диссертации указаны только исполнители и коллективы, играющие музыку Мисковского в настоящее время, то есть ныне живущие исполнители, а секта Эдуардом добровольно ушел и жизнь еще в 2009 году. Если же говорить о значительных зарубежных исполнителях, не ограничиваясь рамками настоящего времени, то здесь записи не будут единственными. Музыка Мисковского исполнялась и исполняется не так редко, как в этом говорят. К примеру, вторая виолончельная соната или концерт для виолончелей выходили на компакт-дисках более десятка раз с самыми известными исполнителями и переиздаются и по сей день. Так что искренне надеемся, что квартеты композитора также будут записаны в ближайшее время каким-нибудь известным коллективом, и в этом направлении дело уже движется. Мы имеем в виду серию компакт-дисков с русскими квартетами XX века, которую готовит американский ансамбль «Пасифика квартет» в серии «За совет экспиранси». Будем надеяться, что выход в свет квартетов Исковского в исполнении этого блистательного коллектива привлечет внимание мировой общественности столь значительному музыкальному явлению, как квартетное наследие Николая Яковлевича Исковского. «Спасибо. Вы можете остаться здесь, и сейчас у нас запрела время свободной дискуссии. Все, кто хочет задать, может быть, дополнительные вопросы, высказать свое мнение, замечания, поддержку, пожалуйста, вот сейчас время как раз запрела время. Пожалуйста. Высокая Центра этой работой уже прозвучала достаточно аргументированно. Я хотела бы только засвидетельствовать один из аспектов новизны этой работы, который, кажется, недостаточно представлен, ну, просто был на сегодняшней защите, не прозвучал в области. Дело в том, что в одно и то же время мы с Григорьем Сергеевичем работали в отделе рукописей музея имени Клинки. И, конечно же, мы заглядывали материалы друг друга, сидели рядом с этими рукописями, и я просто видела регистрационные листы тех материалов, с которыми работал Григорий Сергеевич, и они просто были никем не заполнены, они были пусты. То есть эти рукописи удостоились музыкологического внимания, вообще впервые удостоились своего существования. И в этом, конечно, огромная заслуга автора обсуждаемой диссертации, поскольку здесь, ну, во-первых, это связи с проходческого характера работы, а во-вторых, это очень важное начало изучения рукописного наследия Мисковского. После такого яркой презентации этого материала диссертации, конечно, будут обращаться более охотно другие исследователи, и исследование всего наследия Мисковского просто приобретет новые новые возможности. Вот это мне хотелось бы учить. Спасибо большое. Еще какие-то, пожалуйста, на конференции в Союзе Московских корпораций, в которой я провожу выступал Григорий Сергеевич. Я должна сказать, что выступление было обещано всеми, как одни из самых серьезных. И то, как он волнуется по-моему, что он убедительно рассказывал и отвечал вопросы, которые внимательно слушал, все же говорил о том, что работа практически готова. Более того, написаны две статьи. Я знакомилась не просто как читателя, а как составитель. могу сказать, что помимо научной обоснованности, точности, которая редко встречается у молодого исследователя, тем более, просто исполнителем, композитора, к тому же, я могу сказать, что качество, которое меня всегда привлекает, это то, что в научной очень серьезной работе через слова, через положения очень ответственные звучит музыка. И поэтому эта музыкальная наполненность это ощущение того, что он с такой любовью относится к музыке, замечательного композитора. Мы, может, сегодня так много мы о нем говорим. Но вот ощущение такое, что своей работой он, как бы, еще раз, уже своим сверстником говорит, он замечательные традиции, и нужно их тоже изучать, и нужно знать. поэтому я всячески приветствую его работу, знаю, что это очень серьезная работа, и просто хотела бы, чтобы он дальше продолжал, а может быть, и опубликовал работу, и не работа сегодня. Спасибо. 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 Уважаемые Счетная комиссия позвольте мне обладать председательную комиссию Протокол номер 138. Счетная комиссия сформирована диссертационным советом в 2013 году. Комиссия по подсчету голосов по итогам голосования по итогам диссертации Зайвова Григория Сергеевича на связи с конечной степени кандидата в судьбоведение. В состав диссертационного совета 22 человека присутствовали на заседании 18 членов совета. Роза на прилетели 18, осталось 4, осталось двумя прилетели 18. В результате голосования за 18, против, нет, но действительно нет. На основании проведенной защиты положительного успешного голосования диссертационного совета и утвердить заключение и диссертационного совета. То есть, в принципе, если есть какие-то мелкие революционные замечания, пожалуйста, можно сдать. Обязательно это все будет решено. А вот теперь уже можно поздравлять. Теперь выйти заключение. Да, уже хотелось проголосовать. Жарко очень. Я рад. Спасибо. И вот теперь уже действительно можно обновлять. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ